Возвольте поблагодарим организатору этой конференции за возможность представить наш доклад. На самом деле, эту работу выполняет большой коллектив. И 5 организаций. Кроме нашего института, это еще медицинский институт педагога. И 3 клинические точки. Это научно-пациентр неврологии. Это манеки областная клиническая больница Владимирского. И 31 клиническая больница. Собственно, больница, откуда выросла Скворцова, наш министр здравоохранения, ее, как говорится, вручина. В течение трех лет проводится коррективом авторов клинические испытания, процедуры, которая основана на использовании экзоскелета кисти руки, управляемым интерфейсом мозг-компьютера. Надо сказать, что это на самом деле довольно уникальное исследование. Исследование с подобным протоколом, то есть рандомизированный, контролируемый, плацебо-контролируемый и мультицентровое исследование, это единственное. Были проведены, кроме нашего, еще три таких исследования в мире, как рандомизированные и плацебо-контролируемые. Но число больных, которые, ну вот эти остальные группы максимально исследовали, было около 35. Значит, у нас сейчас уже число больных, которые прошли такую процедуру, больше сотни. Ну и в этом году мы планируем, так сказать, это исследование кончики и результаты уже передать Миндрав для возможного внедрения. Значит, ну, собственно говоря, процедура наша вот здесь изображена. Как она выглядит? Имеется из-за скелет руки. И это, так сказать, значит, больному предъявляется инструкция, он должен вопрожать раскрытие либо левой, либо правой кисти. Значит, либо, если стрелка направлена вверх, то, как бы, создать сейчас гибридное расслабление, значит, состояние покоя. Значит, если интерфейс мозг-компьютер распознает намерение человека, ну, скажем, вот, раскрыт правую кисть, то он раскрывается. И при этом пациенту сообщается, как бы, по биологической обратной связи два вида сигнала. Один зрительный, то есть человеку рекомендуется не переводить взор с центрального кружка, который одновременно является и фиксатором зрения, и сигналом о том, насколько человек качественно воспроизводит вот это задание. Если квалификатор интерфейса распознает, что это, ну, надежно распознается, то размер этого кружка увеличивается. Одновременно проприоцептивная информация, которая идет в мозг от раскрытия этого экзолета кисти. Ну, почему выбрана кисть? Потому что, во-первых, кисть, она хорошо представлена в мозгу, а во-вторых, кисть является наиболее тяжело устанавливаемой и наиболее сильно поражаемой при инсультах рук. Значит, вот сейчас я покажу, как эта процедура выглядит в видео. Звук не надо, включите. Значит, вот больной, здесь показан больной, которому меньше 40 лет, к сожалению, уже и такие у нас есть, молодые совсем пациенты. Вот показан экзоскелет, который раскрывается при хорошем исполнении инструкций, вот как подаются эти инструкции. Ну, собственно говоря, я перейду к следующему слайду. Значит, это, как бы, в некоторой степени вступительная часть моего доклада. Я просто напоминаю о том, что вылаз. Ну, вот, значит, здесь, как бы, некоторая сводная таблица, в которой сравниваются результаты нашей основной процедуры. Это процедура, в которой экзоскелет раскрывался по командам от интерфейса мозг-компьютера. Это вот первый столбец. И контрольная группа, это группа плацебо, в которой полностью имитировалась процедура, без исключения только одного. Этот экзоскелет, он раскрывался и сжимался независимо от показателя цифрограммы. То есть здесь не было, ну, как бы, подкрепления противопрективным сигналом именно сформированной моторной командой. Значит, ну, собственно говоря, видно, что по всем практически показателям наша процедура, она достаточно эффективна. И она действительно обеспечивает, ну, как бы, достоверное улучшение двигательных функций. Процедура длится две недели. Это срок госпитализации больных, так сказать, по российским нормам. И вот за эти две недели проводится 10 сеансов по примерно 20 минут в день вот такой процедуры. Так вот, если сравнивать показатели основной процедуры, основной контрольной группы и процедуры, и эффективность процедуры для группы плацебо, где не было синхронизации между движениями экзоскелета и энцефалаграммой, ну, то видно, что у нас основная группа, она, соответственно, выявляет. Значит, ну, собственно говоря, кроме того, что нам удалось разработать довольно эффективную процедуру для реабилитации постинсультных больных, мы накопили совершенно уникальную базу данных, которые включают в себя энцефалаграммы, записи энцефалаграммы за все 10 вот экспериментальных дней, о которых я говорил. Кроме того, они включают в себя данные по ФМРТ, которые проводились до начала этой процедуры и после окончания этой процедуры, для того, чтобы можно было установить, так сказать, объективно по ФМРТ, какие пластические изменения произошли в мозгу в результате выполнения этой процедуры пациентами. Кроме того, у нас имеются еще записи всех тестов на объективизацию именно кинематики движений, как сами движения улучшались и каким показателем результате нашей процедуры. К сожалению, у нас вот это само выполнение процедуры, оно требовало очень больших усилий и времени, и только сейчас мы начали систематическое исследование, что там реально происходит в мозгу во время управления терапевтией мозг-компьютера. То есть начали эксплуатировать ту имеющуюся базу данных, которые у нас есть. Вот, собственно говоря, я буду вам сегодня показывать результаты, которые получаются на здоровых и больных, как меняется их активность их мозга в результате этой процедуры. Значит, я вам представлю данные, которые являются, как я уже вам говорил, ну, началом, так сказать, вот такого систематического анализа данных. И здесь выбрано семь здоровых испытуемых, которые, естественно, не входили в те группы больных, которые я показывал. Это группа, которую мы используем для сравнения с больными. И проходили семь пациентов, которые проходили нашу процедуру с подкорковым расположением АЧК, стандартным подкорковым расположением АЧК. Значит, инструмент, которым мы пользуемся для анализа этих данных, это так называемый метод независимых компонентов. То есть метод независимых компонентов, ну, если не говорить о методе как в общей статистической процедуре, то применительно к анализу энцефалограммы он позволяет разбить, как бы представить энцефалограмму, вот многоэлектродную, многоэлектродную запись, в виде суперпозиции некоторых независимых компонентов. Каждая из таких компонентов, она характеризуется распределением, которое эти компоненты имеют по поверхности мозга, и активностью, собственно, самой компоненты. Значит, вот это некоторый вектор, который является постоянным для данной компоненты. Значит, при интерпретации этих данных физиологически, предполагается, что каждый из таких компонентов является некоторым токовым источником, который расположен в коре мозга, и, собственно, распределение, которое он дает по поверхности головы, оно определяется локализацией и ориентацией вот этого токового диполя. Но почему токовый диполь, я тоже не буду объяснять, так сказать, для этого есть как бы все физические и физиологические основания, так предполагать. А вот, собственно говоря, его активность, это активность этого дипольного источника во времени. Значит, для того, чтобы быть уверенными, что наш метод показывает не некоторый артефакт метода, а что он действительно отражает как бы физиологические компоненты мозга, мы такой анализ проводим восемью разными методами независимых компонентов. Ну, в этих методах используются различные критерии независимости. Ну, поэтому, собственно говоря, этих вот восемь методов мы и применяем. Значит, наша роль такая, что если эти восемь методов дают одинаковые результаты, так сказать, совпадающие в достаточно большой степени, то, значит, это не артефакты, а отражают некоторые физиологические особенности активности мозга в данный момент. Значит, вот я вам показываю пять таких независимых компонент, которые выделяются и у здоровых семей, вот которых я говорил, упоминал, и у семи пациентов вероятность больше, чем 50%. То есть, грубо говоря, если мы имеем экспериментальные сессии, которые записаны для каждого из испытуемых, то они получались больше, чем в половине экспериментальных сессий. Значит, к этим компонентам относятся компоненты, которые мы называем S1A, S1R, то есть, это первичная самотсенсорная кора лево полушария, первичная самотсенсорная кора право полушария. Значит, это прям линия, прикуниус, это дополнительная моторная кора, с сплементарем��터 портегс, и это, ну, условно мы называем это примоторная кора, но примоторная кора на голове большая, так сказать, значит, вот этот источник находится в примоторной коре. Для каждого из этих источников, которые имеют такие распределения активности, как говорят, топографические карты по поверхности головы, надо сказать, что некоторые из этих компонентов уже не показывались. Например, вот этот компонент, по-моему, упоминался в одном из закладок. Эти компоненты мы называем НЮ-1 и НЮ-2. Почему? Потому что, если посмотреть на стектрограмму этих компонентов, то видно, что в состоянии отдыха активность в альфа-диапазоне хорошо выражена. А в состоянии, когда человек воображает движение контролутеральной руки, в данном случае, когда источник торгового телева, полушария, воображает человеку правую руку, то практически она падает до нуля. Значит, это хорошо выраженная реакция десинхронизации неоактивности, о которой тоже уже сегодня упоминалось. Но надо сказать, что на уровне энцефалограммы она непосредственно, даже, вот скажем, если используются каналы С3 и С4, в которых выражена наиболее сильная реакция десинхронизации, на уровне источника она выражена гораздо сильнее. Значит, то же самое мы получаем для компонента, которая, источник, который расположен в правом полушарии. Здесь происходит реакция десинхронизации при воображении левости, то есть контролутеральной к этому источнику. Значит, вот для пресклиния и для дополнительной моторной коры трудно выделить левое и правое, потому что оба эти области, они как бы примыкают к, ну, к резиной, так сказать, борозди, который разделяет два полушария, и разделить их на левую и правую, не представлять возможным, поэтому, как бы, мы их представляем, вот, как один источник. Ну и вот, это примоторный кора, здесь показано только левая, значит, правая выделяется гораздо реже, она не вошла по критерию кора 50-процентной вероятности, и поэтому она не исследовалась, и дальше, так сказать, они не упоминают. Хотя, на самом деле, ну, если считывать компоненты, которые появляются хотя бы с вероятностью 10%, то таких компонентов, таких компонентов уже будут десятки, ну, то есть порядка ста. Значит, их на самом деле анализировать надо и в любой момент это делать, но вот пока мы, так сказать, начинаем с пяти компонент, которые выделяются наиболее, наиболее часто и достоверно. Значит, что, так сказать, анализируются эти компоненты? Ну, во-первых, видно, что вот все эти рассмотренные компоненты, они в состоянии покоя имеют, да, здесь показаны данные для одного из здоровых испытуемых, это недавно для больных. Значит, они имеют хорошо выраженный пик в альфодиапазоне в состоянии покоя. Значит, поэтому можно характеризовать, собственно говоря, выделенные компоненты, как у больных, так и у здоровых, по выраженности пика. Значит, кроме того, видно, что они все уменьшают свою активность в альфодиапазоне при активации, ну, соответствующей заинтересованной зоны мозга. Значит, можно характеризовать это, насколько, собственно, уменьшается, насколько выражена эта реакция десинкронизации, насколько она уменьшается при, ну, нагруженности, при активации этой заинтересованной области. Значит, вот видно, что она больше всего выражена у этих двух компонентов. Значит, я их называю вот S1, 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 R. Значит, я дальше покажу, где они анализуются, то есть эти названия, на самом деле, не случайны, они как бы взяты непроизвольно, они действительно соответствуют их локализации, когда решается так называемый обратный задач электронский килограмм. Значит, вот эти компоненты у крепления, они выражены гораздо меньше, и они, на самом деле, как бы одинаково выражены при воображении и левой и правой руки. Вот для дополнительной моторной коры пик выражен гораздо слабее. И она имеет, ну, сильно, как бы, ее спектр сдвигается в сторону бета-диапазона. Ну, такое свойство дополнительной моторной коры неизвестно по категограммам. Ну, и вот, скажем, для бремоторной коры тоже видно, что имеется пик в этой диапазоне, но при этом очень слабо выраженность этого пика зависит от того, какое состояние, то есть какую инструкцию выполняет испытуемый покой или воображение левой или правой руки. Значит, вот, дальше я вам покажу такую сводную таблицу, ну, которую можно, на самом деле, комментировать, наверное, и целый час, потому что на ней происходит, проведено сравнение того, что есть у больных и у здоровых испытуемых. Но я, на самом деле, в большой степени, так сказать, эта табличка, в которой учтены, так сказать, все наши испытуемые, она подтверждает то, что я показывал вам на предыдущем слайде. Ну, то есть слабую выраженность пика в альфа-диапазоне для дополнительной моторной коры. Ну, что здесь, так сказать, особенного в этой таблице, то то, что, на самом деле, гораздо слабее выражены эти пики и у больных. И поэтому, соответственно, гораздо слабее выражена реакция десинкронизации. Более того, у больных как бы пик в альфа-диапазоне, если состояние покоя у здоровых испытуемых, он как бы верхний альфа-диапазон, то есть от 10 до 12 Гц, то у больных он, ну, от 8, так сказать, до 10 Гц. Самое, может быть, здесь как бы неожиданное, значит, ну, известно, что на самом деле имеется как бы обратная корреляция между активностью данной области мозга, скажем, по гемодинамической показателе, нота ФМРТ, так сказать, о котором сегодня тоже уже упоминалось. Вот если какая-то область активно увеличивается ее активность по показателю гемодинамической активности, то подавление ее происходит на уровне ЛНГ в альфа-диапазоне. Значит, это связано с тем, что на самом деле активность в альфа-диапазоне, она как бы зависит от степени внимания, от степени вовлеченности или вот данной области мозга выполнения данной задачи. Значит, иногда поэтому называют эту альфа-активность даже активностью холостого хода. Хотя на самом деле это, так сказать, такая примитивная трактовка, потому что, ну, скорее, так сказать, на самом деле, когда вот высокая активность у данной области мозга, то она настроена на идентификацию некоторых сильных, но неопределенных сигналов. То есть она будет хорошо реагировать на любой сильный сигнал. А когда активность в альфа-диапазоне подавлена, то эта область, она настраивается на анализ определенного сигнала, на его детализацию именно того, который вот в данный момент интересует испытуемого. Значит, так вот, наиболее, так сказать, здесь как бы неожиданным получилось то, что для таких областей, как, например, предклиния и примоторная кора, тут наблюдается как бы некоторый парадоксальный результат. По ФМРТ данным эти области активируются, а по ЭЭГ у них тоже увеличивается активность. То есть либо это противоречит как бы общему положению об обратной зависимости активности гемодинамической и электрофизиологической в альфа-диапазоне, либо, может быть, у больных как-то происходит это по-другому, чем у здоровых. Значит, ну, я должен сказать, что в последние годы появились некоторые работы, ну, которые тоже пока воспринимаются как парадоксальные, которые показывают, что иногда у слабо обученных испытуемых может наблюдаться и реакция синхронизации в альфа-диапазоне при воображении движений левой и правой руки. Значит, следующая, так сказать, часть – это лотализация. Значит, вот для того, чтобы лотализовать, где находится источник этой активности, мы используем так называемое решение обратной задачей энциклографии. Значит, в чем он заключается? Он заключается в том, что необходимо найти локализацию и ориентацию источника внутри мозга, который наилучшим образом, так сказать, описывал вот эту тупографическую карту, которую мы получаем методом возложения независимой компоненты. Значит, особенность, опять же, нашего подхода заключается в том, что мы для этого используем индивидуальную геометрию мозга, которую мы получаем с помощью МРТ. Значит, эти данные МРТ, они, ну, вводятся в компьютер. Существуют инструменты, которые, как бы, сегментируют голову на компоненты на биологические экраны, кожа, то есть, как кость черепа и, скажем, белое и серое вещество и спинно-мозговую жидкость. То есть, это вот пять компонент, которые имеют различную электропроводность. От электропроводности этих компонентов, собственно, зависит от того, какие получится распределение потенциала на поверхности головы от заднего источника. Значит, после этого голова разбивается на мелкие такие ячейки, узлы. Ну, вот обычно у нас около полутора миллионов таких узлов. И потом решается, собственно говоря, каждый раз прямая задача. То есть, мы, как бы, помещаем источник в какую-то точку и поменяем его организацию. И выбираем, ну, естественно, для этого используются, так сказать, автоматически численные методы. То есть, пока локализация его не будет такова, чтобы распределение по поверхности головы, которая получается в результате этого, но и лучшим образом совпадает с тем, что мы можем обрежить экспериментально. Значит, для этого еще очень важно знать, так сказать, конкретное индивидуальное положение электрода. Ну, мы тоже разными методами это делаем. Сейчас у нас есть такой инфекционный прибор, который позволяет задать координаты всех электродов. То есть, в этот прибор вводится МРТ мозга, и потом мы, когда подводим щуп к определенному электроду, то его координаты задаются в тех же координатах, что и координаты ткани мозга по МРТ. Значит, вот в результате, так сказать, получается, вот перед нас такой источник. У нас, конечно, существует масса методов решения обратной задачи ТЭД. Ну, вот мы используем вот либо ту процедуру поиска именно положения одиночного источника, который соответствует распределению потенциалов головы, который дает карта. Но существуют еще и другие методы. То есть, в последнее время мы используем метод так называемый Эс-Лорейта. Хотя тоже у нас, так сказать, имеется целый архинал методов решения обратной задачи для того, чтобы убедиться, что мы получаем стабильный результат. Только после этого мы начинаем как бы утверждать, так сказать, что мы нашли положение этого источника достоверно. Значит, вот что получается. Значит, вот где локализованы наши источники. Значит, вот источники С-1, Эли, С-1, Эли, С-1, Эли, они находятся в глубине центральной борозды. Это область борозного 3А, которая ответственна за пропориоцептивную чертительность. Ну, это, в общем, это понятно. Как бы, вообще, на самом деле, ведутся с небольшой спорой. Ген, собственно, реально отрицательный подход. Мы его, как бы, обобщем называем сенсомоторный юритм. А вот если делать это более аккуратно, то это, на самом деле, не сенсомоторный, а сенсомоторный юритм. Это очень логично, потому что большинство, так сказать, хорошо выраженных арборитмов, оно связано именно с сенсорными, с первичными сенсорными системами. Значит, вот, собственно говоря, дело коллизионной нашей источники, которые, значит, крепления, которые при моторной корее и дополнительной моторной корее. Надо сказать, что для того, чтобы локализовать эти источники, необходимо, действительно, иметь индивидуальный геометр головы. Значит, вот здесь показаны локализации этих источников и, как бы, разброс этих локализаций, который получен для разных испытуемых и для разных экспериментальных сессий одного и того же испытуемого. Значит, для того, чтобы их задать в одних и тех же координатах, для этого используется атлас МНР, известный атлас МНР, МНР, который с помощью стандартных преобразований позволяет перевести любую голову к некоторой стандартной голове. Так вот, естественно, мы делаем такое преобразование к стандартному атласу, но это мы делаем просто так, как источник нашли. Это же, собственно, преобразование, оно делается и для ФМРТ, чтобы можно было сравнить локализацию какого-то фокуса активности у одного и другого человека. Необходимо свести, так сказать, их данные к одной и той же голове, иначе просто невозможно интерпретировать эти данные. Так вот, важно, так сказать, что вы не сводите стандартной голове во время решения обратной задачи. Само решение обратной задачи очень индивидуальное. Но когда вы его нашли, то вы, естественно, так же как фокусы МНРТ, так же источники нашей физиологической активности можете преобразовать задные координаты. Вот, собственно, на этой части слайда показано, то вот, если они находятся, эти два источника, все-таки индивидуальные геометрии головы, то они находятся здесь, в глубине центральной борозды. Но если не учитываются индивидуальные геометрии головы, а задача обратная, сразу решаются стандартные галлогеном реальского атмоса, то они очень сдвинуты сильно вперед и вверх. Значит, это демонстрация того, что необходимо действительно индивидуальную геометрию головы для точной локализации источников. Ну, собственно говоря, еще, может быть, я вам покажу, так сказать, одну вещь, один результат. Это вот, насколько совпадают координаты источников электродизиологической активности и, соответственно, фокусы гемодинамической активности, которые этим источникам соответствуют. Вот здесь, собственно, приведены координаты фокусы гемодинамической активности по ЭКМРК-данным. Значит, ну, здесь разбиты эти фокусы на левый и правый фокусы. То есть там координаты, в отличие от того, как мы не имеем возможности их отделить. Так вот, координаты эти слегка отличаются и отличие это, ну, достигает иногда сантиметра. И я думаю, что это на самом деле норма не исключение. На самом деле, все-таки гемодинамические активности имеют совершенно разную природу. И поэтому, в общем-то говоря, вряд ли, так сказать, можно ожидать так действительности фокусы локализации. Ну, и в заключение я хочу сказать, что, ну, вот, кроме того, что, ну, как бы мы разработали вот такую эффективную процедуру восстановления действительных пунктов у больных, значит, вот мы разработали еще и методы локализации источников физиологической активности, которые можно сравнивать у больных, у здоровых, как они меняются, их динамику, значит, к сожалению, так сказать, я повторю это начало нашей работы, но мы на самом деле имеем надежду на то, так сказать, что вот все детали этого взаимодействия источников можно будет таким образом выяснить. Ну, нас в этом поддерживают еще, может быть, такой крупнейший авторитет по методам решения обратной задачи и разложения на независимые компоненты, но американский следователь Скотт Макей, который, вообще-то, сказать, как бы декларирует, что сочетание этих двух методов, оно позволит обеспечить точную локализацию, то есть с хорошим разрешением локализовать источники электрофизиологической активности. То есть это на самом деле, ну вот сегодня, так сказать, тут в докладе профессора Хринина, как бы, звучало, так сказать, некоторое сомнение в возможности обеспечить хорошую разрешающую способность у электрофизиологам. Вот здесь я вам показываю, что это делается достаточно хорошо. Более того, Макей и его сотрудникам в одной статье написали, что применение этих двух методов, оно позволит вывести электрофизиолограмму на передний фронт нейроимиджинга вообще. Ну, на этом я окончаю. Спасибо за внимание.